Всем привет! Хотел снять видео про спортзалы и спортивный вообще образ жизни на лайнере. Что есть и спортивного. Прошлый свой эфир почему-то не сохранился. Необходимо выложить. Все-таки люди спрашивают. Поэтому спорт на лайнере. Что же у нас есть? В первую очередь, конечно же, у нас есть большой, огромный спортзал. С множеством тренажеров. На лайнере примерно, представляете, на лайнере? Порядка где-то 40-60 примерно тренажеров. Это как силовые тренажеры, ну и в первую очередь, конечно же, беговые дорожки, вео-тренажеры, степы, прочие, ну, такого характера. И вот интересно, как они расположены. То есть спортзал, он расположен обычно на верхней палубе. И он немножко закруглен. Верхняя палуба, она немножко закруглена. И полностью стеклянные, от пола до потолка, полностью стеклянные стены. И вдоль этих стеклянных стен стоят, естественно, вот эти тренажеры. Беговые дорожки, велотренажеры. И ты, соответственно, бежишь, либо на велотренажере занимаешься и смотришь в море. То есть вдаль, куда идет лайнер. Это очень атмосферно, очень красиво. Очень впечатляет. Тренажеры стандартные, силовые. Конечно же, есть штанги, гантели. Куда же без них. Стандартные тренажеры, силовые на отдельные группы мышц. Вот, например, на Мировигли. Мировигли вообще считается от компании MSG. MSG. MSG считается, как умный дом, умные квартиры. То есть полностью напичкана современными всеми техниками. У многих лайнеров, у многих компаний вообще идут договора с передовыми производителями. Ну, передовыми производителями как спортивного инвертаря, так и, допустим, каких-то других компаний. Для детей, компаний Чика, для конструкторов, Лего. То есть договора идут, друг друга пиарят. Так вот, на лайнере Мировигли считается таким современным лайнером. Умный вообще лайнер, сенсорные телевизоры кругом. Там очень продуманные, очень современные, максимально современные тренажеры. Куда ты приходишь, вот у вас есть карточка. Сейчас, секундочку. Вот у вас есть карточка. Это ваш ключ от номера, напомню. Это полностью ваш документ, когда вы выходите в город. Если вы сдали паспорт, это также ваш документ. С ним вас выпускают в город, по нему вас впускают на корабль. То есть, security проверяет по штрих-коду вашу фотографию и прочее. Тут же также написано полностью, к какому вы ресторану относитесь, какая посадка. И, в общем, номер каюты, ключ от номера. И вот в том числе, эта карточка является вашим помощником в тренировке. На Мировигле очень умные тренажеры, вот эти силовые на разные группы мышц. Куда вы подходите, там рядом с тренажером подключен, к каждому тренажеру подключен маленький компьютер. Маленький компьютер и считывающее устройство вашей карты. Вы подходите, прикладываете к магнитному этому устройству свою карту. Аппарат, соответственно, тренажер считывает компьютер вас и занимаетесь. Компьютер полностью просчитывает, вы делаете подход. Подход это, понятно, это один подход, несколько повторений. От 8 до 15 повторений, зависит от того, что вам надо. И компьютер полностью у вас перед глазами, маленький экран полностью считает, какой по счету это подход. Вот, сколько вы сделали раз, какой вес вы подняли за один подход, какой общий вес вы уже подняли на этом тренажере. Также, когда у вас идет передышка между подходами, компьютер автоматически отчитывает, идет обратный отсчет до следующего вашего подхода. То есть, полностью заменитель тренера. Ну, если у вас есть какое-то понимание, как работать с тренажером, это полностью заменитель тренера. Да, важно. Когда вы идете в спортзал, прежде чем начать заниматься, с вас попросят расписку о том, что вы полностью несете сами ответственность за свое здоровье. Если вы что-то надорвали, если что-то там неправильно сделали, потянули, то есть, лайнер не будет нести за вас ответственность. И, соответственно, каждый, кто хочет посетить спортзал, обязательно оставляет вот эту расписку. Так вот, когда вы позанимались на одном тренажере, вот это все компьютер учитывает, обратный отсчет, время до подхода, какой вес подняли, какой общий вес, какой в подходе вес, полностью все. Переходите на другой тренажер. Это все суммируется. Вы идете на другой тренажер, это все суммируется. Общее количество массы, килограмм поднято сегодня на этом тренажере, на том тренажере. И вот смотрите, когда вы приходите в спортзал через день, там, ну, в следующий раз, и приходите в этот же, подходите к этому же тренажеру, опять пропикиваете свою карту, компьютер все запоминает, абсолютно запоминает вас, суммирует то, что у вас было в прошлые дни. Все, вот это автономная вообще вещь. Это настолько комфортно. У нас нигде, я не видел таких тренажеров в городе, хотя у нас очень даже неплохие спортзалы. Я ходил во все, ну, во многие залы, порядка где-то семи спортзалов в Уфе. Где-то пробники, где-то зорги фитнес год ходили, потом оранж ходили, ну, многие ходили. В общем, нигде такого я не видел. То есть, это полностью заменитель тренера. Если у вас есть какое-то понимание, как что делать правильно, что вы уверены, что вы ничего не надорвете, прям вот, прям, ну, душа радуется таким тренажером. Это правда. Но очень удобно. Во-первых, и время отчитывает, а обратно, кто знает, кто занимался, вот, между подходами, очень важно определенное время сохранять, чтобы не остыть или, наоборот, рано не начать. Ну, сами понимаете. Вот это, на самом деле, впечатлило. Очень даже впечатлило. Конечно же, в самом спортзале проходит еще, есть зона для йоги. Там коврики, то есть, это все тоже групповые занятия, они тоже включены, все это бесплатно, посещайте, пожалуйста. Рядом палуба, получается, выход из спортзала, отдельно на палубу есть, где стоят велосипеды. Ну, крытая, но она на свежем воздухе, где стоят велосипеды, и идет имитация. Ну, то есть, уже не как тренажеры, велотренажеры, а как велосипеды, закрепленные просто на месте. Ты крутишь педали, но как на настоящем велосипеде, но с усилением там нагрузки. Очень тоже впечатлило. Вот это тоже вроде, ну, это, на самом деле, редкий такой тренажер. Вот есть в некоторых, да, есть в некоторых спортзалах Уфы, я видел, но это, на самом деле, редко. И вот так вот его тоже поставить дополнительно, свежий воздух, вам, чтобы вы занимались, это многого стоит. Конечно же, те, кто просто любит бегать, не на тренажерах, а именно просто бегать, через весь лайнер, абсолютно через весь лайнер по периметру проходят беговые дорожки. Их обычно, они идут обычно в паре, тоже мелочь, настолько впечатляет, интересно. Люди бегают по утрам, занимаются, причем нет никакого неудобства, что кто-то кому-то мешает, там, также рядом прогуливаются люди, просто, ну, ограничение идет зоны, вот именно для бега, то есть никаких там толкучек, спокойно люди бегают, занимаются. Помимо этого, на лайнере проходят такие мероприятия, как, вот я же говорил, в газете, которую вам ежедневно на лайнер приносят, идет полностью расписание всех мероприятий на следующий день. И каждые 15-30 минут на лайнере что-то происходит новое, постоянно что-то происходит. Нет, нон-стоп, вообще без остановки. В том числе, спортивные какие-то мероприятия, например, в 9 часов утра начинает работу, вообще вот, вот анимация и вот поддержка, развлечения для клиентов лайнера. Обычно, что делают в 9 часов утра, конечно же, зарядка. В 9 часов утра вы выходите на верхнюю палубу, зону бассейнов, там обычно всегда есть сцены, где выходит профессионал, ну, там по-разному, ну, они все видны все. Один там мастер по танцам, другой, действительно, вот поговорите с ними. Кто-то мастер по бегу, кто-то по троеборю там был мастер, ну, разные. И, конечно же, проходит зарядка. То есть, полчаса люди выходят, очень интересно, там, под музыку, все это громко, на свежем воздухе, с утра морской воздух и занимаются зарядкой. Через полчаса какие-то другие активные игры идут. Еще через полчаса, например, идет отдельно йога. Еще через какое-то время отдельно идет стрейчинг, занятия какие-то силовые нагрузки. Потом идут какие-то обучения танцам. Несколько раз, причем в день, порядка где-то 3-4 раз идет обучение танцам. Вот это все в совокупности дает колоссальный эффект, как о тебе, в принципе, заботиться. Вот некоторые спрашивают, а бывает ли толкучка на лайнере, я имею в виду в бассейне, в джакузи, в спортзалах. Вот удивительно, но настолько все продумано. На лайнере разные возраста, от детей до пенсионеров. И я ни разу не видел, чтобы бассейн был весь заполнен, чтобы было некомфортно тебе купаться. Вот эти все возраста, они раскиданы равномерно по всему лайнеру. Абсолютно. Кто-то в баре сидит, кто-то в казино, кто-то в ресторане, кто-то в буфете, кто-то в бассейне в крытом, кто-то в джакузи в крытом, кто-то в аквапарке, кто-то в веревочном парке, кто-то в спортзале, кто-то занимается с аниматорами, кто-то где-то велосипеды там крутит, кто-то там бассейнов много, кто-то на открытом бассейне на корме. То есть, все вот так вот равномерно раскидано, что нет никакой толкучки. Это уже настолько временем все отработано, что все лайнеры современные, они строятся с учетом каких-то прошлых погрешностей, где, допустим, не хватало бассейнов, где, допустим, не хватало лежаков, где, допустим, не хватало каких-то просто столиков в буфете. То есть, это все, все современные лайнеры построены так, чтобы все чувствовали себя максимально комфортно, чтобы максимально прочувствовали на себе заботу круизной компании о тебе, чтобы никто никому, причем, чтобы пассажиры никто никому не мешал. Просто, ну, как бы не специально, я говорю, да, кто-то там мешает, а вот просто, вот, ну, действительно, всем все хватает. И в спортзале, хоть и при, ну, считается, да, смотрите, пять с половиной тысяч пассажиров, пять с половиной тысяч пассажиров, шестьдесят там, пятьдесят в среднем тренажеров, плюс зона йоги, плюс вело еще там зона, но тем не менее нет очередей, как я иногда вижу, нет никаких очередей на тренажер, как я иногда вижу в каких-то наших спортзалах, в каких-то наших фитнес-центрах, это действительно есть, что вот тренажер занят, вот тренажер занят, а ты когда закончишь, а сколько тебе подходов еще осталось? Нет, удивительно, но нет очередей, все как-то равномерно. Учитывая, ну, конечно, многие русские, учитывая разницу во времени четыре часа, то есть здесь на лайнере ты просыпаешься по своему времени, ну, ты по своему времени просыпаешься ориентировочно в восемь, но на лайнере это всего четыре часа ночи, утра. Соответственно, чем-то надо заняться, ну, а чем заняться? Конечно, джакузи, бассейны, ну, ты можешь пойти в бассейн купаться, но джакузи их стараются накрыть, сетками накрывают такими, и открывают их, ну, часов восемь-девять, ну, потому что там вы купаетесь, там под присмотром спасателя, то есть на каждом бассейне дежурит спасатель. По ночам их, конечно, нету, ты на свой страх и риск все это, как бы, купаешься, но это все заранее ты, конечно, расписался, прописано в договоре, что все, что вне графика ты идешь, это все на свой страх и риск. Вот. Первый раз я, конечно, пошел в спортзал, это как раз и было, где-то часа четыре-пять на лайнере, в спортзале вообще никого не было. Я, кстати, тогда не расписывался, не давал расписку, что я под свой страх и риск иду в спортзал, и какие-то травмы если получил, то я сам виноват, потому что там просто, я не знаю, ушел человек или что, но другие разы, когда я заходил, может быть, он просто отошел временно, наверное. Это нюансы какие-то, ну, бывает такое. Но все последующие разы, когда я приходил за четыре года в спортзал, я всегда видел там человека, и он меня всегда спрашивал, расписался ли я. А у тебя на карточку, здесь, когда ты распишешься, тебе здесь на карточку клеят такую наклейку специальную, которая позволяет тебе пользоваться в спортзале. Ну, то есть она означает, что ты, да, действительно прошел инструктаж, и ты расписался, и все, претензий к кораблю, и у тебя к кораблю, и кораблю к тебе нет никаких. Вот. В общем, если вы спортсмен, и не можете оторваться от спорта ни на день, это тоже ваш вариант, пожалуйста, без ограничений, хоть круглосуточно, хоть беговые дорожки, хоть по палубе бегай, хоть в бассейне плавай, места всем хватает. Это будет короткий мой эфир про спорт. Поэтому, а, кстати, про питание, да? Питание же это тоже касается именно спортсменов. То есть, пожалуйста, если вы питание на любой вкус найдете, спортсмены же, они же на диете, жирного поменьше, белкового побольше, в том числе, допустим, там побольше салатиков, или каких-то углеводов, ну, кто на чем там, сушка, набор массы, на любой вкус, на любую свою диету вы найдете блюда. Блюд на лайнере, на самом деле, огромное количество. Просто в буфете, представьте себе, 500-600 разных блюд. Я считаю там бургер, да, я считаю там какие-то салаты, вот это все, вот если по отдельности вот это все посчитать, 500-600 блюд вы насчитаете. Вот так вот породитесь сами и посчитайте. Трудно вот это все представить. За такие небольшие деньги, за 500 всего долларов, это средний, я говорю, средний круиз, 500 долларов на 8-7-8 дней в Европе, либо в Дубае, вот это все входит туда. А через клуб Incruisers вы это получаете с дополнительными скидками, там 20-50 процентов примерно. А если как партнер, то, ну вот если как мы, то мы полностью это получаем бесплатно, нам клуб оплачивает. Потому что он клуб на мне платит за то, что я постоянно об этом говорю, я постоянно об этом рассказываю. Да, вот я такой молодец, и клуб мне оплачивает. И супруга у меня такая молодец, и ей клуб оплачивает. Нам в год дается 4 800. Представьте, 4800 долларов на наше путешествие. Всей семьей. У нас уже стала традицией, что мы по весне идем куда-то с детьми, осенью, либо с друзьями, либо с родителями. Я хочу, чтобы это постоянно была традиция, уже постоянно. Это уже стала традицией, я хочу, чтобы она продолжалась и продолжалась. А завтра, завтра смотрите мой эфир. Обязательно я расскажу. Недавно в Комсомолке вышла статья. Вроде не ругают Incruis, вроде не хвалят. Что-то как-то непонятно написали, но сам заголовок мне очень не понравился. И я хочу обговорить эту статью. Обговорить, чтобы люди, у которых возникают какие-то вопросы, не было больше вопросов. Поэтому ищите мою следующую часть. Это, по-моему, будет часть 6. Это спортзал будет, по-моему, пятая часть или шестая. А тут следующей частью ищите про Комсомолку. Я конкретно поговорю статью, ее распечатаю и проговорю свое видение, свое понимание, какие-то нюансы. Там разъясню, потому что человек, который это написал и который общался с этой Комсомолкой, на самом деле плохо разобрался и плохо описал сам вопрос Incruisers и путешествия на лайнере. Все. Всего хорошего. Пока. Подписывайтесь на мой канал. Круизы от Джона Селлира.